Три алмазных короля, одинаковых с лица. Оригинальную схему по выманиванию чужих денег придумали трое жителей Гродненской области. Доверчивым белорусам они предлагали поучаствовать в модных нынче закупках алмазов. И не откуда-то, а из самой Намибии. Уточнение, жители африканского континента про своих белорусских протеже даже и не ведали. Аферисты же перед клиентами представлялись ценными, хоть и бывшими работниками нашего консульства в одной из африканских стран. Ну а тех, кто сомневался, жулики и вовсе увозили в Африку, где демонстрировали приобретенное якобы запереданное им средство алмазы. Кто стоял за криминальной схемой? Сюжет Александра Савенко. Ермаков, Шереметьев, Белый Главарь. Можно? Пожалуйста. Очень опасный преступник. О, какая отвратительная рвоша. Да, это наши презентабельные бизнесмены, алмазные короли. У кого только эти лица вызвали доверие, вопрос. Как и вопрос о чистоте помыслов их клиентов. Но в этом еще разберется следствие, пока же сыщики ищут тех, кто попался на удочку аферистов. Предприимчивый житель Гродненской области организовал группу, которая на протяжении 2011-2014 годов, вводя в заблуждение граждан Республики Беларусь и обещая им алмазы из Республики Намибия, получала различные суммы денежных средств. На закупку неких алмазов из Намибии люди тратили баснословные деньги. Минимальная сделка 80 тысяч долларов. Сколько всего сделок, пока не ясно. Но ореол важности вокруг себя, вот этот 51-летний организатор преступной группы создал что надо. Себя и своих подельников мужчина представлял как бывших работников МИД на Черном континенте. Якобы все местные с ними повязаны. В настоящее время, благодаря усилиям следователей и оперативных сотрудников Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь, преступная схема раскрыта. В некоторых случаях мошенники даже возили потенциальных клиентов в Республику Намибия, чтобы полностью убедить их в том, что сделка состоится. Каждый раз, когда клиенты уже не просто просили, а требовали отдайте алмазы либо деньги, аферисты просто переводили стрелки. Мол, пока вы думали расставаться с финансами или нет, камешки уже того. Уголовное дело возбудили по обвинению в мошенничестве. Всех, кто доверился этим аферистам, правоохранители просят позвонить по телефону, который сейчас на экране. Александр Савенко, Александр Шостакович, Зона Х.